всем привет итак следующая часть пустых баночек или неудачных продуктов этот продукт умудрился стать неудачным у двух блогеров два раза хотя другие блогеры его очень хвалят причем я не думаю что всем им заплатили может быть части прислали этот продукт на обзор бесплатно я не думаю что компания туфей заплатила всем поголовно чтобы они обхвалили этот продукт и чтобы мы все его набрали я вам скажу часто вы может я его достану еще раз попробую куда-нибудь хотя бы намазать маша нашим а главном прислала мне вот этот вот праймер от туфейс который любят и хвалят все очень многие из моих любимых англоязычных блогеров он вроде как без силиконов там на кокосовой воде черти знает на чем замечательно и вы знаете я маша не смогла его применить на более сухой климат и на более нормальную кожу я не смогла его применить на более жирную кожу и на более влажный климат я не знаю в каком климате с какой кожи люди им пользуются потому что у меня он создает когда я наношу на крем он создает такой я вот первый раз я бы сказал я первый раз нанесла я иду такая торговом центре и не могу понять то ли это у меня мигрень началась то лишь что такое потому что лицо превратилось в нечто узнать как при мигрени когда лицо начинает частями откалываться вот у меня было такое же ощущение как будто на моем лице какая-то нечто что начало просто вот да по всем моим мимическим линиям как я разговариваю отдельными частями реальное ощущение мигрени я сначала подумала мигрень намазала следующий раз и тут же там через два-три часа та же самая мигрень причем боль то никакой не тут просто чувство что у тебя лицо поделилась на часть и причем на вид вы как-то это не то что у вас знаете там какие-то как вот пустыня дара просохла где-то что-то а вот на вид нормально но физически ты ощущаешь просто что у тебя вот эта часть отдельно вот эта часть отдельно лоб тоже на эти же части поделим и это ужасно я не знаю что это за реакция такая непонятная я думаешь еще раз что попробовать просто какая-то вот бермудский треугольник какая-то загадка у этого праймера напишите кто им пользовался что у вас с ним происходит потому что у маши не вышло ничего она прислана мне у меня вышло то же самое если если не хуже поэтому буду очень рада послушать что вы скажете на эту тему кто пробовал кто не пробовал кстати может быть я его передам кому-то дальше из девчонок своих может быть кто-то затестирует посмотрим что они скажут потому что это правда или всему миру плат проплатили но я не думаю что всем прям заплатили даже более таким блок или может блогеры который поменьше они просто так потели на волну и говорят то что модно интересный вопрос ладно оставим этот несчастный праймер который умудрился два раза опозориться какой-то странный выбрасываю крем для глаз от elizabeth arden такой вот крем для глаз с роликом на конце замечательный использовал тут немножко осталось уже давно закончился срок годности кстати кому интересно печальная новость elizabeth arden не успев привести в израиль линейку моих любимых вот этот visible difference кремов они тут же из израиля уже и вышли из машбира они ушли из машбира кто-то еще ушел к эта марка еще ушла дживанши по-моему ушла из машбира короче совсем у нас так как-то стало все печально ладно не будем о грустном выбрасываю непонятную кисточку выбрасываю лак от china glaze это вот china glaze для меня вообще это самая марка которая нет есть еще есть и не еще марка и в общем есть марки исключительно лаковые до которые реально у меня вызывает очень много вопросов и никогда я с ними не дружила вот это он очень красивый цвет тоже маша мне прислала потрясающе но вы знаете чтобы он нести это надо и причем у меня были и красные их лаки какие только не были и всегда этот геморрой кисточка это нано кисточка эта кисточка я не знаю кому хомячка можно ногти красить но не людям она очень тонкая и нанесение лака это просто это такой геморрой и не люблю геморройные лаки то есть я люблю я могу их попробовать по геморроиться с ними там сказать все до свидания давай давай вали next вот типа того очень красивый потрясающий цвет но у меня нету сил после второго раза делать я поносила туда-сюда посмотрела и все он красиво очень переливается вот все так классно номер у нас какой номер у нас 1321 и 81 85 2 я не знаю что они имеют ввиду тут три номера не знаю в общем вот такой вот красивый но жалко выбрасывать очень красивый цвет как вы думаете чё делать выброшу меня я все равно не возьмусь на него дальше выбрасываю вот такую вот кисточку от seba кальм она совершенно никчемная она совершенно не работает не работает знаете почему она как бы это правильно это объяснить она наносит основу таким толстым слоем что потом просто у вас то все стекает с лица на наверх себя ничего не впит и не знаю сначала мне понравилось что она в себя ничего не впитывает и все остается на лице но потом я поняла что она просто не делает работу который должна делать кисточка поэтому вот этот вот силиконовый новый спонж меня вызывает вопрос если он ничего в себя не впитывает и просто размазывает по коже, то, что у вас есть. Ведь даже когда мы наносим тональную основу руками, что-то седает на руках, как бы, да. А здесь вот реально я несколько раз ей пользовалась. Сначала мне понравилось, что маленькие расходы, всё. Но потом я заметила, что у меня такой толщенный слой выходит, что никогда такого не было. Вот, может быть, если кому-то надо супертолстый слой тональной основы, который, вот, всё, что вы взяли, оно всё будет на лице, это вариант. Мне не надо. Мне надо, чтобы всё-таки как-то продукт впитывался и отдавался потом уже, когда я наношу, а не просто размазывался чем-то вот таким. Поэтому нет. И она очень маленькая, опять же, для меня ничего совершенно никуда не подходит. Дальше выбрасываю гель для бровей от Lancome. Я не знаю, каким образом он к нам в Израиль как-то много-много лет назад попал, потому что одно время у нас было купить гель для бровей невозможно примерно так же, как увидеть зелёный снег в середине августа. Вот так же было вот тогда, когда я его купила, найти в Израиле гель для бровей. Но я откопала, мне сказали, ой, это вообще такой Special Edition One Shot, это просто бери. Ну, я взяла нормальный гель для бровей, только он не делает ничего, по сути. Как бы он немножечко такой коричневатый, бежеватый, и он ничего не фиксирует. Я не знаю, для чего Lancome сделал этот гель, но так как у меня не было другого, у меня был этот, я что-то мазюкала, и вроде было нормально. Но сейчас пришли к нам другие гели для бровей у других марок, и можно себе позволить даже купить элементарно у Essence за 2 копейки, и он будет работать лучше. Так что мусор, ну, может быть, я не знаю, если совсем нет бровей, то уж тоже... В общем, я не знаю. Моя любимая паста закончилась, тоже очередная. Optic White от Colgate. Очень ее люблю. Так, 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 что еще? О, выбрасываю вот эту штуку от Essence. Make me brow. Вот такая вот двойная штука. Почему выбрасываю? Потому что, во-первых, этот цвет не совсем мой, ни один, ни второй, а во-вторых, оно пятнами, она наносится пятнами. У меня есть дешевые тени, которые я использую для бровей от израильской марки Вау. Они стоили половину от того, что стоит вот это. Ну, или так же. И они наносятся просто как масло на мои брови. Сейчас вам покажу их. Обратите на них внимание. Я не знаю, как они, как тени, но для бровей вот так они выглядят. Вот у меня Вау Cosmetics. Вот такая вот маленькая штучка. Я не помню, они что-то, 10 шекелей, что-то такое стоит. Они на бровях у меня постоянно не наносятся. На брови, по крайней мере. Знаете, просто вот ну, можно пяткой наносить, левой ногой держать кисточку и наносить. Поэтому присмотритесь, они достаточно хорошие такие, матовые, дешевые. Держатся у меня весь день без всякой проблемы. Много у них есть вот таких вот однушек цветов. Я очень довольна. У меня номер 17. Сколько у нас, интересно, здесь? 4 грамма. Здесь побольше, но как-то прям потяжелее. Нет, и здесь 4 грамма. Так что Вау Cosmetics рулит. За 2 копейки мы имеем целую кучу всего. Это что? Карандаш для губ. Зачем у меня был карандаш для губ такого цвета? Почему он здесь? А, я вспомнила, почему он здесь. Карандаш для губ от Essence. Вот такого. Видите? Такого никакого бежевого цвета. И он здесь... Так, он уже сломался. Он здесь по причине, что он просто наносится кусками и дико полосит. Но именно в этом цвете. В общем, вот у меня здесь есть следующий. Из этой же серии новенький розовый. Он наносится, замечательно. Он хороший карандаш. А этот просто, вот, видимо, из-за какой-то текстуры или что-то там. В общем, не работает. Это у нас цвет 0,9. Не работает. Для меня не работает, к сожалению. Так, что это у нас здесь? Остатки двух такой фазной смывалки от Lancome выбрасываю, потому что я ничего таким смывалками не смываю. Нечего мне смывать. Я не пользуюсь водостойкой тушью, водостойким каким-то другим макияжем. Просто не мое, не пользуюсь. И вот как-то что-то повозюкало где-то. И вот это то, что осталось. Поэтому выбрасываю. Мне это не надо. Дальше пришло время отправиться этой штуке. Это у нас супер лайнер смо-ки-сми, смо-ки-сми. От L'Oreal, кто помнит, значит, вот такая фигня, вот такая у вас штука тут, видите, вот такая вот. Вот такая штука. Здесь у вас сам продукт, и вот эта штука, и вы вот так вот, и вроде как бы вы должны нарисовать, и потом растушевать. На руке это выглядит потрясающе, в жизни это не работает абсолютно, потому что оно отпечатывается, и у него такой, знаете, красивый, красивый такой коричневый, с золотым подтоном цвет, и вроде все вот так на руке просто. Скажите? На глазах абсолютно не работает, потому что по логике это должен быть продукт, который очень быстро вам дает возможность нарисовать смо-ки-айз. Этот продукт дает вам возможность не нарисовать быстро ничего, отпечататься везде. Я каждый раз, у него такой шикарный, золотисто-коричневый цвет. Каждый раз, когда я берусь им пользу, бралась им пользоваться, это превращалось не в быстро нарисую глаза, а зависну с этим на три часа, и буду искать, чем это усадить. Поэтому нет. Я думаю, что их уже нигде особо и... не продают. Это было несколько лет назад, когда я его покупала. Думаю, что сейчас уже не актуально, но вот, если кто-то пользовался, расскажите, вы умудрились что-то им сделать, потому что я никогда не могла им сделать ничего. Дальше у меня выбрасываю такой вот пробничек Versace Yellow Diamond. Закончился. Неплохой запах туалетного утенка. Да, вот реально запах какого-то туалетного утенка, ни больше, ни меньше, я убрала, чтобы брызгать. Вот зашел куда-нибудь, примерочную, да, побрызгала или куда-то в туалет общественный, чтобы это приятно пахло. Только для этого так, нет, мне не понравилось, насколько я люблю вот этот вот из этой же серии Versace Crystal Noir. Обожаю его. И его я купила именно после того, как мне попался вот такой вот пробник. Их было там 3-4, по-моему, в коробочке красоты, когда я их еще заказывала давно. Там был этот, розовый, вот этот вот коричневый, и еще что-то было, или не было, или их было 3, не помню. Именно вот по такому тестеру я купила себе полный размер, но остальное просто не мое. И вот этот вот, вот реально пахнет каким-то, даже не туалетным утенком, а знаете, вот этими средствами, которые ты вешаешь на унитаз, чтобы мыло такое, которое ты цепляешь внутрь унитаза, и как бы вода смывается, и вроде как у тебя все это ополаскивается, и чистенько становится. Можно из него прям есть. Как говорят рекомендатели. Дальше выбрасываю вот такую расческу. Она была в придачу к обычной расческе, это типа wet brush. Я не знаю, для кого это рассчитано, наверное, расчесывать хвост хомяку. Кто не знает, у хомяка на хвосте волос нет. Вот типа того, или расчесывать моего мужа, потому что у него волос на голове примерно как у хомяка на хвосте. Я не знаю, чьи волосы можно расчесывать, ну, разве что мужчину с короткой стрижкой, которого расчесывают, вот как мой муж, которого так можно не расчесывать. Так, ну, это просто, как бы, ну, можно по одной пряди до завтрашнего утра причесаться, но только по одной пряди к завтрашнему утру. Быстро это не будет, это будет очень многочасовая процедура, и вот это вот микропизическое, извините, другого слова нет, ручечка, невозможно за нее держаться, это выворачивает тебе руки, поэтому, может быть, для сумки, но опять же, когда ты ее кладешь в сумку, у нее, я уже пробовала, все эти зубчики начинают гнуться и ломаться, надо что-то все-таки, чтобы оно было закрыто, чтобы как-то, да, вот. Это, ядра дочку не могла причесывать, потому что реально, это вот для человека, у которого нету волос, можно. Для человека, у которого есть волосы, вы особо, она даже не цепляет, ничего в том, что ее просто мало здесь зубчиков, а во-вторых, держать тоже не за что, поэтому выбрасываю, да, на этом вроде бы все у меня, смотрите, теперь оно не стирается, вот эта вот фигня, надо, красить не хочет нормально, и стираться нормально не хочет, ну вот и все, как говорится, с облегченницем, избавились мы от мусора, отчитались о тех продуктах, которые стоящие, но я думаю, что по моим видео можно заметить, что у меня стандартные есть мои любимчики, как паста, как умывалка, как шампунь, как тушь от Lancome, это мои мастхевы, постоянные, никуда они не уходят на протяжении вот уже многих лет, и тех лет, что я снимаю видео на канал, кстати, у меня видео на канале нет на протяжении всех лет, что я снимаю, я держу только последние три года, потому что мне кажется, все остальное теряет какую-то актуальность и становится просто неинтересным, поэтому я что-то переснимаю, какие-то мысли у меня меняются, и в общем-то я стараюсь держать вот только последние два с половиной, три года, остальное просто уже, на мой взгляд, не актуально. Такая у меня политика, я знаю, что многие с этим не согласны, но моя политика такова, я не выдергиваю видео из-за непрерывного, посредине полугодовалой давности, я не удаляю, годовалые тоже, я не делаю вот это вот, не выискивая, что вдруг я там не так могла сказать, нет, я просто беру и удаляю старые, потому что, ну, не знаю, мне хочется, чтобы люди знакомились со мной нынешней, а не со мной прошлой. Такой у меня взгляд, и да, я знаю, что, наверное, многим это не нравится, но что поделать. Итак, не забывайте поддержать меня лайком, если вам нравится то, что я делаю, подписаться где-нибудь на меня в какой-нибудь социальной сети, и спасибо всем за просмотр, увидимся в следующем видео, всем пока-пока.